Всем привет! Это видео о проблемах сглаживания регистров. Если у тебя есть проблемы со сглаживанием регистров, то проверь, может быть, какая-то из этих вещей происходит в твоём голосе. Первое – это перегруженный низ. Звучит примерно так. Данная проблема бывает, если в нижней части голоса мы начинаем напрягать нашу гортань и делать звук слишком тяжёлый, слишком грузный. Если гортань уже на этой стадии напрягается, то очень высоки шансы, что голос будет просто разваливаться наверху. Что сделать, чтобы исправить данную ситуацию? На переходном участке, когда ты чувствуешь, что вот сейчас пойдёт переход, нужно немного облегчить голос. Фактически сделать его тише. То есть, в данном случае мы не тащим слишком тяжёлый звук наверх. И если есть привычка тащить вот слишком такой тяжёлый звук наверх, а от этого голос разваливается, Я не говорю, что этого нельзя делать. Это можно делать, но просто это требует дополнительной тренировки. Но когда мы только ставим голос, с регистрами бывают проблемы во многом из-за перегруженного низа. Поэтому стоит проверить, не перегружаем ли мы нижнюю часть голоса слишком сильным, слишком тяжёлым голосовым весом. И если это происходит, нужно попробовать нижнюю часть голоса слегка облегчить. И когда это получится, мы плавно, постепенно добавляем интенсивности. Таким образом. Второй набор проблем может возникнуть в том случае, если при переходе к более верхним нотам, мы не изменяем форму нашего резонатора, задней части глотки. В принципе, глотку. Когда мы поднимаемся вверх по диапазону, задняя часть глотки должна сначала немного расшириться, а потом немного вытянуться. Расширение и поднятие мягкого нёба можно почувствовать на таком лёгком зевке. Без оттопыривания челюсти, чтобы, не дай бог, не начать спазмировать эти мышцы. Поэтому не суперактивный зевок. Такой достаточно сдержанный зевок. Если его сделать, можно ощутить, что задняя часть глотки немного расширяется. Также там можно ощутить холодок. И при первом голосовом переходе, если мы сделаем это движение, то голос спокойно переходит без каких-то проблем. Голос не становится крикливым, натужным, не теряет резонирование. И, в общем-то, всё происходит хорошо. Чтобы подниматься дальше по диапазону, эту заднюю часть глотки нужно начать немного сужать и вытягивать. когда мы поднимаемся вверх по нотам, у нас изменяется высота звука, и форма резонатора под каждую высоту звука эффективная своя. То есть говорить по-простому нам нужно подгонять форму резонатора под изменяющуюся высоту. Если мы это делаем, всё происходит легко и хорошо. Если эта работа не выполняется, голос начинает застревать, разваливаться, шея начинает напрягаться и так далее. Разбираться с регистрами выгоднее и эффективнее аккуратно, легко и мягко. Если применять к голосу грубую силу и как-то пытаться его вкрикнуть, вдавить в верхние ноты, очень легко можно накосячить. После того, как этот переход откалиброван на легком аккуратном звуке, можно плавно, постепенно добавлять интенсивность. Таким же образом в каких-то песенных контекстах. Сначала мы отрабатываем все легко и аккуратно. И когда у нас голос переходит без какого-то зажима и лишнего напряжения, мы плавно добавляем интенсивность. И когда у нас голос переходит без какого-то зажима, я не знаю тебя. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Субтитры подогнал «Симон»